Сотрудники МЧС совместно с Комбинатом благоустройства и дорожными службами в течение нескольких дней работают над ликвидацией пожара на мусорном полигоне. Идёт активная работа по ликвидации пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов на северной окраине города. Задействовано 20 единиц техники. Очаги возгорания продолжают засыпать грунтом. Начальник отдела подготовки сил Инал Захаров отметил, что большая часть территорий засыпана. Как вы сами видите, то есть уже очагов стало поменьше, новых очагов не зарегистрировано, их стало поменьше. То, что дым исходит, мы будем засыпать всё это землей, чтобы вот этот дым уже не выходил оттуда. МВД установила личность гражданина, по чьей вине произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. По сообщению пресс-службы МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что земельный участок, где был разведён костёр, впоследствии перекинувшийся на свалку, на правах аренды принадлежит 61-летнему гражданину республики. В результате несоблюдения правил пожарной безопасности огонь перекинулся в сторону полигона. Материалы по данному факту пересланы в прокуратуру. Несколько дней велась работа и потушение возгораний в Зунгарском заповеднике. Здесь огонь распространился на большие территории. Пламя перекинулось на лесные массивы. Вместе с пожарными МЧС с огнём боролись сотрудники лесного хозяйства и егеря. К полудню удалось полностью локализовать все очаги. Огонь бушевал в непроходимых для транспорта лесных массивах. В таких местах мы тушили пожар вручную. Сегодня нам удалось полностью ликвидировать пожар в районе Зунгарского водохранилища. С огнём справились и в Ленингорском районе. Здесь также горело несколько участков лесных массивов. Силами бойцов районной пожарной части все очаги были ликвидированы. Алена Алтаева, Арнольд Харебов, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.